15 февраля под председательством главы Десногорска Андрея Шубина состоялось очередное плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня, как и ранее, текущая эпидемиологическая ситуация в городе. По словам начальника МСЧ-135 Алексея Азаренкова, прошедшая неделя для медорганизации была напряженной, хотя количество обращений в поликлинику снизилось. Первичных стало несколько меньше, хотя те пациенты, которые заболели на предыдущей неделе, они требовали также и медицинского осмотра, назначения лечения, посещения на дому. Соответственно, работы было достаточно много на амбулаторном этапе. Но здесь нужно сказать, что у нас часть персонала, она вышла в середине прошлой недели, поэтому работать стало незначительно, конечно, немного, но с тенденцией на получше. Как в Смоленской области, так и в Десногорске продолжает отмечаться рост заболеваемости коронавирусом. Эпидемическая ситуация в целом по ковид остается напряженной, сохраняется высокий уровень заболеваемости, пока это пиковые уровни. Ближайшее эпидемическое окружение, то, что касается Смоленской области, в день регистрируется до тысячи случаев. По городу Десногорску в среднем в сутки где-то 70 случаев заболевания. Несмотря на неутешительные общие показатели, рост детской заболеваемости снизился. Это позволило с 14 февраля восстановить очный формат обучения в десногорских школах. На сегодняшний день заболеваемость по образовательным организациям в общее образование в среднем составляет 6,8%. То есть достаточно низкая заболеваемость даже по отношению к предыдущим периодам. Управляющие организации Десногорска продолжают проводить дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов. Особый санитарный режим продолжает действовать как в городе, так и в области без изменений. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ